Недавно умерла ваша мама, которой было сто лет. Да. Сто лет? Да. На иврите мы сказали бы «Хасвэ шолэмэн», пусть будет пухом ее земля, она прожила непростое столетие. Она ведь попала в концлагерь, да? Ну, она была в Ковнацком гетто, она попала уже из литовской школы в Ковнацком гетто, 19-летняя девушка так и не поняла, почему ее поволокли из ее квартиры в центре Ковнаца в какие-то трущобы под названием Ковнацком гетто, и после этого в немецкие лагеря в Штулгов ее папу вдохал, как и всех мужчин из Ковнаца. Так что теперь польские католические семьи там разыскивают места убийства еврейских девушек в этих больших полях около Гданска, тогдашнего Гданска, и даже ставят некоторые такие камни памяти или маленькие, маленькие такие надписи. Так что вот это произошло, и она, ты знаешь, я чувствовал из ее объятия, когда в 60-е годы она меня держала чересчур сильно в своем объятии. Я говорил, мама, мне больно. Она говорила, я не хотела бы, чтобы тебя выхватили из моего объятия. Так что, как я видела, как они вырывают детей в концентрационном лагере по дороге в газовую камеру, ей пришлось собирать какие-то вещи от этих людей, которых не стало, и она видела. А после этого всю жизнь она отдала детям, она была акушеркой, ты знаешь, просто акушеркой, и приняла, я думаю, больше 5000 родов за 55 лет ее работы. Это было ее ответом за это уничтожение поголовных детей и вырывание детей из объятий. Так что я помню мою маму, у нее была светлая улыбка. У нее, кстати, знаешь, выбивали эту улыбку, у нее капо. Ну, это предосмотрщики в лагере выбивали, просто они кричали, ты перестанешь у нас улыбаться. Она улыбалась, потому что ее зарядили, это знаешь, европейской сетью довоенной, которая была у нас, у нас не было Сталина, это были маленькие, такие, хорошо довольно устроенные и себе устроенные государства, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, ну и рядом Польша, конечно. И они прожили эти 20 лет только смотря на этих белых эмигрантов, которые бежали и с ужасом, и с большевистской России в Риге, в Вильнюсе, в Каб советской власти до немецкого нашествия. И после этого, а после этого уже, конечно, вопрос в лагерях возвращаться, уехать в Израиль, в Штаты. Они говорили, девушка, Поля, это имя моей матери, не езжайте туда, Литвы нету. Нету Литвы, там большевики, там Советы, там Сталин, езжайте в большой открытый мир. Она говорила, нет, нет, друзья, наидыша, конечно, мы все говорили наидыш, она говорила, нет, мы должны возвращаться, потому что я договорился со своим отцом, своим папенькой и своим братом, что мы встретимся у Центральной синагоги в 12.00, каждый день будем просматривать списки возвращающихся из лагерей, и тогда мы там один другого найдем. Когда нас увезли в глубокую Германию, Дахау, Аушвиц и Штулов, где была моя мать, они говорили, поле в 12.00 около ворот нашей Кавнацкой синагоги. Так что вот это осталось, и отец возвратился, и моментально умер. Мать заставили Советы, она пошла назад каких-то коров, она в жизни не видела коров, в коров везти в сторону Советского Союза, она их мигом, конечно, бросила, и, будучи еще в полосатой униформе, своей лагеря побрела к Бресту, там ее, конечно, арестовали, с вопросом, почему вы остались в живых. Можешь представить, такие вопросы были на границах для узников лагерей. Мужчин забирали моментально, опять в лагеря многих мужчин, особенно советских военнопленных. А мать все-таки, доказав, что она еврейка, пошла в сторону Литвы пешком и дошла до Каунаса, отца уже не было ее в живых, и так остался брат, который после этого уехал в Израиль, и так жизнь началась в таком уже, в такой посеревшей Литве, слово «серость», в советской Литве, так в тишине рассказывая анекдоты. Но идыш, жизнь еще немножко продолжалась, еще пелись песни, еще Левшицайте, если вы помните, в 60-е годы еще пела свои колыбельные, конечно, закрыли еврейские школы после убийства Михоэлса, еврейский музей, который я, как ты видел, отстроил, закрыли в 49-м году по указу Сталина. Ну и эти несколько народов, которые жили в Литве, один из них фактически пропал, потому что это было массовое убийство, 94% литовских евреев убито. Это большое число, 94%, это одно из самых больших в Европе немцами и местными коллаборантами. И, конечно, я помню последних еврейских писателей, машинки на идыше, которые уже были покрыты пылью. Эти последних профессионалов, которые еще переводили Томаса Мана, Достоевского на идыш, эту всю европейскость, еврейскую европейскость или идышистскую европейскость, эту попытку, знаешь, создать свое параллельное государство в культуре, так я назову этот Идышланд, от Львова до Букарешта, до Варшавы, до Кракова и до Вильнюса, и немножко до Риги. Так что это сплошная европейская, этот замысел, что мы можем жить тут, а некоторые вот уезжают в Палестину, это, конечно, то большинство, которое придумало жить тут, не осталось, а это меньшинство, которое до войны учились у литовцев, как пахать землю, или у поляков, и ехали туда копать этот песок, они выжили и построили государство. А вот эти, которые строили свою литературу, эти гимназии, знаешь, альгебра, математика на идыш, весь этот мир и самосознание такое этническое, ведь Марк Шагал учился на этих камнях из еврейских кладбищ и, конечно, ваш Лисицкий. Все они выходили из этого модернизма, пытались конкурировать с французами и немцами в литературе, в поэзии и остаться самим собой, и это все рухнуло. Теперь мы находимся уже с тобой в таком посмертном состоянии, и от утра до вечера думать приходится, как нам остаться в живых, сохраняя свое достоинство. Как только я не могу, знаешь, как тот ваш, вчера это увидел, как этот ваш... Герой, хорошо, ты моментально почувствовал, о чем я говорю, который сказал славу Украине, я знаю, что его застрелят. Так вот это все проходило европейское еврейство, перед смертью мама сказала, держись, не сдавайся, и скажи им, то есть украинцам, не сдавайтесь, мы пережили, и вы переживете, но это было другое, Голокост это не то же самое, что теперь у вас, но все-таки эта железная стойка выживших, она очень нужна, эту эстафету передать очень важно, и сказать это очень важно из такого двоякого европейского дна, литовского и еврейского. Эммануэлис, маме же выбили все зубы, да, в гетто? За то, что она улыбалась, это был, слушай, старина, это был улыбающийся мир, да военный мир, без Сталина, боже мой, вечером кафе, танцы, танго, весь открытый мир, люди уехали учиться в Париж, Лондон, это была Западная Европа, и они, ну мой, я из часовых дел мастера семьи, знаешь, мама мне рассказывала, что мой дедушка, имея большую мастерскую в центре Каунаса на улице Ржичкеня, часовой, говорил, я помню, еще оставшиеся от него башены, такие, ну, такие часы, где прятали еще игрушки в большущих коробках, их надо было заводить, они звенели, как Биг Бен, знаешь, дома. И я помню, как она, мама говорила, дедушка говорил, что наше еврейское время точнее немецкого. То есть это был настолько добросовестный мир добросовестных людей, неиспорченных людей, не говорящих то, что думают довоенная наша жизнь. К сожалению, у вас она всего продолжалась три года, где-то до 22-го года в Украине. Но у нас это было, этот заряд, он пронес нас, этот заряд памяти о нашем успешном, о нашей успешной государственности, о том, что мы состоялись, пронес нас через эту всю запутанную советскую действительность с этими хитростями выноса там какого-то кусочка мяса из каких-нибудь там мясных фабрик. Этот весь ужас советских кривых зеркал советских неценностей, он пронес нас. Мы знали, что мы, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, все мы, мы сожалели, что мы не дрались с советами, так как финны, кстати, все это помнили. И знаешь, и наша, это успешность, это улыбка, которую выбивали уже в лагерях в немецких, а после этого и в советских, у нашей интеллигенции, улыбка довоенной открытой жизни, она пронесла нас через советское время, мы потому не стали, как они в большинстве своем. Поэтому начался Саюлис за мной, вот тут фотография, я в Саюлисе, 88-89 год, и, конечно, это вспоминание о нашей успешности, о нашей валюте, о успешном хозяйстве, о том, что мы можем жить. И пронесло нас через всю советскость, каждый день пытались понять, что мы не становимся ими. Мы не становимся ими, это было очень важно. Хотя, ну, если смотрел какой-нибудь фильм Шурика, его приключения, смеялся, к сожалению, на том же месте, где и советские русские смеялись. Но, может быть, пытались все-таки держаться на отдалении. Но вот это все произошло в такую, знаешь, скорость нашего ухода. Я был первый председателем комитета по иностранным делам в переговорах с Борисом Николаевичем Ельциным. Помню все окружение, помню еще такого моего друга Бориса Ефимовича Немцова в окружении. Помню всех, помню сотню тысяч на улицах Москвы, на Манежной с плакатами «Свободу Литве». Это все прошло, они все ушли. Но мы поняли, что это плохо кончится. Потому что, когда я спросил у Бориса Николаевича, а вы сделаете декагибизацию, вы эту советскую номенклатуру как-то уничтожите, вы соедините себя с февральской революцией. Он сказал, для нас это чересчур романтично, Эммануэлис, во время переговоров. И он сказал, что нет, мы, наверное, на это не потянем. И тогда я понял, тогда он сказал, Борис Николаевич, он сказал, коммунистическую партию запретим. И он это сказал с таким немножко фальшивым, возвышенным голосом, коммунистическая партия запрещена. Я понял, что это долго продолжаться не будет. И мы кинулись, Дима, как дикие, сматывать удочки в сторону НАТО и Европейского Союза. Ты даже не можешь представить, как мы каждый день ждали прихода опять Сталина и сталинизма в Кремль. И мы просто, к сожалению, принимая сторону русских демократов, мы поняли, что нам нужны американские войска тут, нам нужны наши друзья из Европы тут. Так что мы стали прилежными членами после 14 лет независимости Европейского Союза и НАТО. И помню, когда господин Буш сказал, и мы так вздохнули, и сказал, глубоко взноснулся, с облачением в Вильнюсе ровно, помнишь, 21 год назад сказал, ваши враги становятся нашими врагами, будьте спокойны. Ну вот это была гигантская вещь. Эммануэлис, я хочу спросить, вот мама недавно ушла, маме было 100 лет, вам 65 лет. Вот скажите, в 65 лет потерять маму так же больно, как и в более молодом возрасте? Ну я себя чувствую как криминальный преступник, потому что вот эти дела по независимости последние 32 года меня 8 раз выбирали, и я просто вот сижу в парламенте, один был самым молодым, стал, наверное, не самым молодым членом этого парламента сейма Литвы. И это одолило меня, одолило, я пытался, одолило меня от всех родных, я не скажу, что дети выросли без меня, нет, дети выросли как-то, я еще успевал, маму обнимать успевал, и я понимал, что она хочет мне сказать какие-то устои передать, и это было очень трудно. Она умерла от ковида, а не от старости. Это было, вы знаете, это было настолько ужасно, какие-то люди не пускали нас просто с ней видеться, закрыли в какой-то ящик. Это был последний уже уходящий ковид, которого уже почти нигде не было, так что пришлось, мой сын еще успел к ней, мой сын еще успел к ней подъехать в последние дни, ворваться в это закрытое пространство для последних ковидников, и она ушла, очень, наверное, тяжело дыша, я помню это. Я помню ее абсолютно здоровое состояние, и ее улыбку. я бы хотел прислать ее последнюю колыбельную, ну, последнюю песню. Она мне спела «Rum den fire», «Mir singen leader», «De nacht ist a year». И она сыграла мне это, она мне пропела чистым девичьим голосом с 40-х, 30-х годов, это когда я еще видел несколько недель, пока она ушла, это был просто человек светящийся, мы могли просто закрыть ее в комнате, закрыть двери и выключить электрическую, комната светилась от ее позитива. Никогда в жизни я не слышал ни одного плохого слова от своей матери, от других. Даже о немцах, о этих извергах она находила какого-то хорошего немца, который кто-то украл у нее пальто, это пальто, это смерть, потому что это одно пальто в гетто, и этот немец вышел на улицы и начал искать пальто, и нашел ее пальто где-то в старом городе у какого-то человека, который на работах в Ковновском аэродроме, аэропорту, украл у нее пальто, зеленое пальто, и привез ей и сказал у нас не крадут, то есть это было, и она эту историю вспомнила, или она вспомнила другую историю, я помню перед самим уходом, никто из ее этих больших классов до войны, гимназии, это большие гимназии, да, большие гимназии, можно представить 45 молодых людей в классе, как только немцы пришли, никто не посмотрел в ее сторону, ни один человек, они все эти друзья, друзья, знакомые, которые ходили на танцы, они сникли, висели эти указы на улицах, с евреями не иметь ничего общего, какие-то дикие указы ходить не по улицам, не по тротуарам, а по этим проезжей, как это по-русски, проезжей счастью, и знаешь, никто из всех и выходили, знаешь, ну, колокола, католический город, выходили из католических костелов и говорили, не смотри в ее сторону этим ребятам родители, и это не были плохие люди, но это называется по-английски bystanders, то есть они были смотрящие через окно, через шторы на это все, но через вся европейскость, о которой я вам и рассказывал, она европейские школы, потянутость, открытые двери, никаких воров, порядочное общество, она не сдала экзамен моментально на европейскость, на зрелость, на порядочность, только один раз, это один раз за всю историю колонавского гетто и учитель ее истории, когда вели девочек в батальоне, ну, такой, как будто батальон, да, еврейских девочек из колонавского гетто через улицы работать, работать туда в аэропорт с этими страшными лопатами, глина, тяжелая работа. Этот преподаватель истории, уже человек 45 лет, он вдруг посередине улицы встал на колени учитель, учитель гимназии, всем известный учитель гимназии, он встал на колени перед этой колонной и сказал, Поля, ты видишь, извини меня, ты видишь, я прошу прощения перед вами, его избили белоповязочники, знаешь, почти до смерти. Он лежал в такой, знаешь, в своей крови, смотря на них проходящих, девушки, наверное, девочки еврейские пытались на него не смотреть, но кто-то пожал из колонны маме руки и сказала, Поля, это твой учитель, смотри, между ними есть люди. Это было спасение для моей матери всей Литвы, я бы так бы сказал. Вы сделали, вы открыли прекрасный музей, еврейский музей в Вильнюсе, мне посчастливилось побывать там, и вы потрясающе рассказывали все. Я думаю, что вы выполнили такое, знаете, исполнили долг перед мамой, перед теми, кто был расстрелян, кто погиб во время оккупации немецкой, музея. Но там душу вложили в этот музей, потрясающий музей. Я всем советую, кто будет в Вильнюсе, посмотреть, зайти, посмотреть экспозицию.